Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас в гостях снова политический аналитик, эксперт по вопросам геополитики Эдуард Юрченко. Приветствуем вас, Эдуард. Рады вас снова слышать. Приветствуем. Добрый вечер, уважаемый Эдуард. Рады вас видеть у нас в гостях. И сегодня наша беседа будет связана с вопросами войны в Украине и с региональными важными вопросами. Начнем с ваших комментариев. Давайте представим сегодняшнюю настоящую ситуацию и потом уже будете на конкретные вопросы отвечать. Прошу вас. Хорошо. Ситуация на данный момент очень непростая, потому что Украина вынуждена вести войну с таким мощным врагом, как необольшевистская Россия. Естественно, в такой войне простых ситуаций не бывает. Но мы уже можем уверенно говорить, что на первом этапе мы одержали победу. Одержана победа в битве за Киев. Враг разгромлен также, чтобы они там не рассказывали про деэскалацию, но враг разгромлен также на северо-западном направлении, северо-восточном направлении, точнее сказать, то есть район Чернигов и так далее. В данный момент основные боевые действия перенесены на восток. По-видимому, тут пытается сейчас путинский режим получить победу на востоке, даже конкретно в районе Донбасса, для того, чтобы это потом использовать, попытаться преподать как некую победу для политического использования. Украинская армия стойко держится очень, перешла в контрнаступление. Вполне возможно, что получится вернуть Херсон. И кроме того, сейчас происходит наращивание, скажем так, использования высокотехнологической, мощной, тяжелого вооружения с обеих сторон. И в этом плане очень большая наша победа, которую даже подтвердил враг, это, конечно, потопление флагмана Черноморского флота крейсера «Москва». Это самая крупная, самая большая вообще катастрофа, гибель корабля такого класса после 1945 года. То есть после Второй мировой войны корабли такой мощности, стоимости, ну в комплексе, если оценивать его мощь военную, просто не топили. Не было такого. А в случае с Россией и Советским Союзом, можно сказать, что такого уровня потери корабля, ну этого не было со времен Цусимы, со времен русско-японской войны. Я сразу хочу уточнить, что это очень условная классификация, потому что тогда были другие корабли, тогда были лендекоры, броненосцы. Но все равно, знаете, во все времена был, например, тяжелый дорогой корабль максимально, был флагман, а были там легкие катера. Хоть в античности, хоть в средние века, хоть в эпоху викингов, хоть в эпоху парусов. Все равно, когда, например, линейный корабль в эпоху парусов топили, это одно, а небольшой брик совсем другое. То есть такого уровня кораблей по месту во флотской иерархии вообще в мире не топили после 1945 года, а на русском и советском флоте после русско-японской войны. Больше ста лет. То есть это абсолютно гигантская такая зубодробительная пощечина, причем это имеет очень большое военное значение. Дело в том, что именно этот корабль обеспечивал прикрытие с воздуха действий Черноморского флота. Это как была точка дальнего ПВО, которая перемещалась по морю. И именно благодаря этому российский флот мог более уверенно действовать против таких городов, как Одесса, Николаев и так далее. То есть кроме морального удара и экономического, потому что там говорят 750 миллионов, на самом деле если все вместе взять, там около миллиарда долларов он стоит. Если с начинкой, с вооружением совсем. Это абсолютно практический вопрос, потому что теперь эффективная десантная операция, например, против Одессы, которая до этого считалась сложной, стала просто невозможной без прикрытия этого корабля. Кроме того, по предварительным данным, около 500 погибло моряков, а на таких судах служат элитные матросы, которых очень сложно подготовить. Этих людей Россия не сможет быстро заменить. Да, очень-очень интересный такой анекдотический момент, что те, кто выжил, их спасли турки. Тут турецкий корабль вылавливал не до утонувших москалей, именно он их отправил в Севастополь. Такой, знаете, трогательный момент между другом Владимиром и другом Эрдоганом. Но это совпадение на самом деле. Хотя, ну, тут тоже достаточно характерное, потому что почему-то это были турки, а не кто-то другой. Но вот они оказались именно там, в общем, спасли этих матросов. Пока мы еще не можем точно сказать, сколько погибло, но они предъявили несколько десятков пострадавших, причем пострадавших, своих моряков спасенных. А поскольку других они не показывают, а там команда полтысячи человек больше, то, по-видимому, они реально погибли, потому что там взрывы, пожар в море, это очень страшно на самом деле. Плюс это был, ну, я вполне понимаю, что большинство экипажа погибло. В таких случаях не спасаются. Поэтому на данный момент, если, так сказать, подводить итог ситуации, Украина настроена однозначно на победу, общество настроено на победу. Украинцы вошли во вкус, я бы сказал. Наша армия очень четко понимает, что она может бить врага, именно бить, не защищаться от него, а именно бить, гнать его, выгонять на его территорию. Кстати, обратите внимание, что сейчас еще один момент, да, я бы отдельно хотел выразить, то, что постоянно происходят некие, наносящие серьезный ущерб российской армии инфраструктуре события в приграничных областях. Они постоянно рассказывают то, что у них что-то взорвалось, или у них, вот недавно говорили, горели камыши. Я видел видео, как у них горели камыши. Ну, я не знаю, там, наверное, какое-то серьезное было тяжелое вооружение, чтобы так камыш загорелся. Вообще, очень смешная российская пропаганда, потому что, когда у них какая-то большая беда, действительно, там склад с оружием взорвался. Они говорят, ой, у нас был несчастный случай. А когда какой-то сарай развалили на границе, они говорят, нас обстреливают украинцы. Хотя украинцы просто денег бы пожалели на этот сарай, он нам не нужен. Ну, вот в прямом смысле этого слова. То есть, они нас обвиняют в атаках на свою территорию, но при этом, когда у них большой пожар там в районе серьезного инфраструктурного объекта, оказывается, у них горит камыш. Но это уже стало мемом таким вот в Украине. Это вот день назад у них там в очередной раз что-то взрывалось, попадало, горело и так далее. То есть, на самом деле, ну, я не официальное лицо, поэтому я могу это просто высказать, свой мысль. Я на 90% уверен, чтобы там, ну, окей, это просто моя мысль как эксперта. Повторяюсь, я не государственный чиновник, я не несу соответствующую ответственность. Ну, вообще-то, явно это похоже на то, что очень серьезно уже на территорию России перенесена война. То есть, флагман их мы потопили, из прилегающих к Киеву, вот из Северной Украины выгнали. Постоянно у них происходят такие события, явные признаки украинских атак в приграничных областях. Оттуда, кстати, начали уже совсем-совсем бежать местные жители. Вот это очень показательно, что в их обществе не заходит пропаганда про непобедимую Россию. Они реально боятся, что туда ворвутся украинцы. Вот именно на их территорию. То есть, там уже нету какой-то уверенности, что вот они могут на нас напасть, а мы на них нет. Москали уже ощутили себя жертвами, а украинцы как раз себя ощущают, ну, вовсе не жертвами, а скорее наоборот. А то, что они наделали в Буче и в других наших городах, оно наоборот породило самую настоящую жажду мести. То есть, уровень ожесточения очень сильно возрос со стороны украинцев. Я имею в виду в смысле мотивации, не в смысле каких-то действий. Мы воюем по законам, мы цивилизованный народ. Но они, конечно, придали очень крепко мотивацию нашим людям самым разным. И очень важно то, что общество едино в своей жажде победы, именно победы, не выхода из войны, не недопущение нашего поражения. Украина едино в своем желании победы. Мы хотим нанести разгром москалям. В общем-то, в каком-то смысле взять реванш за все то, что они делали несколько столетий. И этот реванш уже происходит. У нас есть специальный вопрос по поводу вашей победы в конце беседы. Первый вопрос связан с переговорным процессом в Стамбуле, который, как нам кажется, зашел в тупик. И, пожалуйста, ваши комментарии по этому поводу. Ну, по поводу переговорного процесса. Дело в том, что адекватно договориться мы с Россией не можем. Просто. Потому что для нас адекватная договоренность это возвращение не только в восточной части Донбасса, но и Крыма. Любое другое решение украинское общество воспримет как капитуляцию. Не как умеренное поражение, не как невыгодный мир, а именно как капитуляцию. С другой стороны, они уже провозгласили, на самом деле Путин при большом желании как-нибудь мог бы слить ДНР, ЛНР. Но он не может уйти из Крыма, потому что на этом во многом построена его легитимизация в глазах общества. И потому что Крым официально провозглашен территорией Российской Федерации. То есть это капитуляция России, если он отдает Крым. А это дестабилизирует, по сути, убьет его режим. Это будет конец. Поэтому украинцы не могут отказаться от Крыма, а путинский режим не может его отдать. И более того, даже если посмотреть на российскую оппозицию, которая вроде бы там где-то против Путина, ну вот взять того же Навального. Он же в свое время говорил, что Крым не бутерброд, его нельзя вот так просто передавать. То есть Навальный сказал, что он Крым не вернет. Даже если завтра в России произойдет демократическая революция, они нам Крым возвращать не будут. Ну и возникает вопрос, ну каким мы образом можем с ними помириться? Ну в каком это формате может быть? Потому что, ну, даже не знаю, вот если провести параллель с ситуацией армяно-азербайджанского конфликта, то вот даже вопрос по Крыму конкретно, его корректнее сравнивать с ситуацией даже не Арцаха, а Сюника. Потому что Крым, он имеет большое значение для нас не только в смысле исторической памяти или того, что там живут украинцы и многих других моментов. Это уникальный по значению стратегический регион вообще во всем Причерноморье. То есть Украина без Крыма это Армения без Сюника. Вот давайте будем называть вот так. именно без Сюника. То есть это просто изменение ситуации логистической, стратегической и по сути ставится вопрос о самом существовании государства, его выживании. государственности. Да. Безопасности государственности. Да, о самой государственности. Причем да, да. Украина на самом деле без Крыма вот все эти годы как бы существует, но это борьба за выживание. Это борьба за выживание. И на самом деле если бы Путин был чуть умнее, он бы затягивая конфликт, в том числе используя фактор того, что мы не контролируем Крым, а это имеет даже экономическое большое значение и так далее, он бы все-таки мог бы нас постепенно расшатывать. Он просто может быть понял, что лично он не доживет до этого, что все-таки Украина очень большая сильная страна, мы будем долго сопротивляться. Но значение Крыма оно очень большое. Украинцы никогда даже в относительной безопасности себя не смогут чувствовать без Крыма. И мы не можем пойти на такой мир. Это категорически исключено. Но в то же время любой правитель России, который согласится нам Крым вернуть, он тем самым просто ну он потеряет не только власть, но в самом лучшем случае свободу. Ну или скорее всего жизнь. Учитывая тем более российские традиции того, как они себя ведут с бывшими правителями, то наверное жизнь. хорошо. Вот буквально на днях был арестован Медведчук, знаменитый пророссийский деятель, можно сказать, такой представитель звезда пятой колонны Кремлевской. Вот про агентурную деятельность Медведчука, что вам известно и что могли бы подчеркнуть и тут мы видим очень похожую схему действий примитивную как из своем речи сказали Кремлевскую да везде то есть это пятая колонна представлена типичными представителями у нас в Армении тоже есть пятый канал и в Украине есть пятый канал который вот мы только узнали что напишите именно Медведчука Эдуард Что-то завис интернет не повторить да вопрос ну связано да наверное для записи я услышал хорошо вот вопрос связан с типичным механизмом с типичной схемой действий Кремлевской пятой колонны и в Армении есть у нас пятый канал который именно Кремлевская пророссийскую пропаганду видел и очень противоречит армянским интересам и вот как выяснилось в Украине тоже пятый канал напишите Кубичуку и этим кругом какие у вас сведения по этому поводу и как бы прокомментировали да Эдуард раскройте мы почему это важный почему вопрос потому что очень много параллелей у нас тоже есть свой Детчук и было бы очень интересно чтобы вы раскрыли личность его почему это важно потому что после этой агентурной инфрации мы тоже представляем что можно истинную независимую суверенную государство построить пожалуйста ну конечно очень очень интересный вопрос Медведчук на самом деле это такой очень одиозный персонаж и при этом персонаж очень интересный конечно действительно на него была завязана деятельность пятой колонны в Украине причем это человек с очень таким старым бэкграундом еще советских времен связанный с КГБ к нему очень большие просто гигантские претензии были даже в лучшие его времена в украинском обществе потому что дело в том что он по сути во время репрессий в 70-е годы утопил посодействовал тому что посадили он не вернулся из тюрьмы наш известный национальный поэт Василь Стуш это культовая личность в Украине но самое мерзкое то что Медведчук он юрист по образованию он был его адвокатом то есть человеку над которым советский еще режим устроил расправу поставили КГБшного адвоката который содействовал его посадке содействовал уничтожению своего подзащита то есть это человек с такой грязью еще из древних советских времен который потом уже в независимой Украине вот как-то в 90-е он был не так заметен он был заметен но вот как среди общего пророссийского фона возможно в несколько меньшей степени он тогда больше себя позиционировал как такой социал-демократ что-то такое а уже в последние скажем так десятилетия он превратился ну просто в открытого лидера всех пророссийских сил и его воспринимали конкретно как представителя Москвы в Украине вот напрямую вот есть там посол например Российской Федерации а есть Медведчук кум Путина это серьезно ну после того как-то 14-го года вообще все замкнулось как бы на него то есть например представители того же оппозиционного блока где собрались пророссийские силы они воспринимались как абсолютно второстепенные их лидеры как второстепенные фигуры на его фоне потому что он обладал во-первых политическим влиянием не прямым за счет должности а за счет влияния на людей он обладал очень большими финансовыми средствами то есть он имел власть политическую он имел власть экономическую и в некотором смысле он имел власть не хочется тут использовать термин моральную но он имел авторитет в том смысле что он был ну как бы легитимным представителем Путина соответственно те кто хотел прогнуться под Россию они говорили надо идти к Медведчук или там надо слушать что говорит Медведчук вот в таком духе то есть это было очень открыто очень открыто очень нагло и кстати очень интересно что он кроме того вот вы хорошо что упомянули то как он работал с информационным полем кроме открытой пророссийской какой-то позиции пропаганды он всегда не забывал расставлять как говорится яйца в разные корзинки раскладывать то есть он в том числе пытался финансировать какие-то псевдопатриотические возможно инициативы я бы так сказал вербовать людей из совсем другого направления не пророссийского политических сил и так далее и так далее и так далее сейчас кстати ведется следствие и наверняка будет очень много интересного и неожиданного потому что про Медведчука скажем так это не слухи а скажем так пока еще официально не подтвержденная информация о том как он работал в самых разных направлениях есть кстати один очень интересный момент дело в том что его жена Оксана Марченко она сделала два заявления с просьбой помочь ее мужу в освобождении ее мужа она пытается это представить как политические репрессии и так далее но это такая известная женщина как бы не только потому что она жена Медведчука она была популярной телеведущей пока не вышла за него замуж скажем так ее раскручивали как такую харизматичную привлекательную женщину в формате такого вот шоу-бизнеса я бы сказал так да то есть он влиятельный политик у него красивая жена которая тоже пользуется определенным влиянием так вот она обратилась к двум государственным деятелям за помощью не за помощью с просьбой о помощи ну первое это Зеленский которого она как бы просит о помощи но по сути выражает ему свой протест понятно потому что это собственно он арестовал ее мужа глава государства а второе иностранный президент и угадайте какой это иностранный президент это Эрдоган жена Медведчука попросила о помощи Эрдогана это было очень интересное видео кстати она меня попросила ну например на фейсбук обращалась к Эрдогану это отдельный записанный ролик на ее ютубе это не фейк я перепроверял это уже набрал популярность потому что все очень удивились и это тому есть очень интересный момент дело в том что она была в платочке в таком в стиле хиджаба я так сказал она сказала минимум одну фразу на турецком языке вообще честно говоря это напоминало рекламный ролик обращенный к электорату Эрдогана то есть чтобы вот те турки которые за него а оно наверняка сейчас ходит по соцсетям в Турции с переводом я это не проверял но это же понятно чтобы они посмотрев на это на них это чтобы произвело впечатление и там чтобы общественное мнение именно в Турции качнулось в сторону Медведчука но я вам скажу что Марченко это же ну не просто какая-то там сумасшедшая женщина которая там в сон приснился что ей поможет турецкий президент она знает что делает и это очень интересно мне очень интересна эта интрига потому что Медведчук не чужой человек Путину он его кум и соответственно может быть будет вообще какая-то многоходовка когда Эрдоган например то есть чтобы Путин лично не просил своего врага Зеленского может быть Эрдоган будет медиатором между Путин и Зеленским в вопросах Медведчука кроме того возможно это захотят представить как знаете турки они не только умеют снимать сериалы но и смотреть их любят да как какой-то сериал о том как женщина спасает своего мужа и так далее в таком духе такой знаете шоу-бизнес все это конечно забавно но еще раз повторюсь многие в Украине сейчас охвачены энтузиазмом потому что у нас Медведчука массово ненавидели это был открытый предатель и когда в платочке в стиле хиджаба его жена просит турецкого президента многие это приняли за какое-то безумие потому что люди не слишком глубоко копают на самом деле все закономерно да да представитель российской агентуры турки всегда собрать Россию и вот за помощью обращать обращение в рату своего покровителя да на самом деле это абсолютно четко спланированная акция и будет очень интересно как это сейчас будет развиваться потому что потому что ну это это не те люди чтобы просто совершать глупости если они что-то делают они делают это очень серьезные враги ясно спасибо за комментарии за разъяснение следующий вопрос связан с визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона мы очень важно вот это считаем важным считаем важным визит потому что в течение войны на течение войны при открытом небе как вы говорили приезжать в бывающую страну в столицу в Киев и свободно передвигаться по Киеву это тоже не просто так происходит и как вы считаете может ли это означать что Борис Джонсон дал понять что Турция в переговорном процессе на данный момент сходит в повестке дня то есть роль Турции входит в повестке дня и роль первого скрипача должен играть Великобритания совместно с западом с коллективным запуском ваше мнение пожалуйста Смотрите тут на самом деле очень такой неоднозначный момент дело в том что визит Джонсона как бы это сказать он скорее был настолько наполнен символизмом был настолько дерзок это на самом деле в хорошем смысле дерзость действительно он приехал в воюющую страну причем абсолютно реальный сценарий не то что сценарий а есть попытки уже были попытки просто физически устранить президента Зеленского и руководство нашей страны и плюс прибыл он когда как раз в канун когда сейчас ожидается большая битва на востоке Украины которая неизбежно будет сопровождаться ударами по Киеву и так далее а кроме этого есть сценарий что будет повторный штурм Киева кстати это нельзя исключать потому что Путин достаточно безумен чтобы пойти ва-банк и просто когда мы готовимся к обороне востока вроде как неожиданно попытаться напасть на Киев но это полное безумие то есть это будет повторный разгром но мало ли когда вот он бил по Украине растопыренными пальцами вместо кулака пытался все вместе взять это тоже было безумие в любом случае Джонсон повел себя очень храбро и Джонсон продемонстрировал то что Британия является конкретно союзником Украины и конкретно Британии вот есть важный момент потому что когда мы говорим про коллективный запад это очень растяжимое понятие британцы четко просигнализировали что они заинтересованы не просто в том чтобы Украина не проиграла они заинтересованы в победе они заинтересованы в разгроме России и сейчас явно будет попытка уже он собственно создан он создается на глазах создать блок Великобритания Восточная Европа Украина и собственно вопрос в том кто сейчас в Восточной Европе будет лидером это может быть либо Польша либо Украина раньше как бы больше ставку британцы ставили на Польшу сейчас больше на Украину потому что Украина она просто сейчас как очень мощная в военном плане страна рассматривается то есть Джонсон на самом деле продемонстрировал то что сейчас никаких переговоров с Путиным не надо надо бить ему морду просто вот вопрос даже не столько в Эрдогане сколько в том что на самом деле руководство Евросоюза оно заинтересовано было бы в том чтобы сейчас Украина и Россия заключили перемирие вот где-то там на условиях ситуации на 23 февраля их бы это устроило с большой вероятностью это могло бы устроить даже администрацию Байдена но не Британию Британия продемонстрировала смелым поступком своего премьера то что она готова поддержать Украину которая будет драться драться за победу по поводу роли Эрдогана ну объективно говоря из-за того что проваливается просто сам по себе переговорный процесс естественно это отображается на попытках Эрдогана стать миротворцем то есть вначале провалился Макрон с этим а второй так сказать на очереди Эрдоган другой вопрос то что Эрдоган он конечно играет очень хитро я прекрасно понимаю что наше руководство как бы не хочет его расстраивать чтобы там потом например Байрактары не прекратили продавать ну мало ли они официально заявили что это частная компания но мы же понимаем что если Эрдоган захочет он может создать проблемы а Россия тоже не хочет расстраивать Эрдогана как же они будут финансовые хабы создавать экономические как же они будут летать на самолетах их же там везде закрыли Турция она превратилась в ворота в мир для Российской Федерации то есть какая-то безумная ситуация когда два врага которые абсолютно не настроены мириться для того чтобы не расстраивать третье лицо изображают то что они готовы договариваться но Эрдоган же тоже не дурак он тоже видит это но он видно это затягивает для того чтобы было такое какое-то зрелище на самом деле конечно процесс бы пошел как-то ну я не представляю чтобы он пошел повеселее но возможно проще было бы договариваться о каких-то тактических моментах обмен пленными гуманитарные моменты и так далее все равно должен быть диалог между врагами даже в самом ожесточенном конфликте вот между прочим я думаю армяне это хорошо понимают потому что степень ожесточенности армяно-азербайджанского конфликта она очень негативно отображается на решении каких-то таких абсолютно практических вопросов на любой войне ну взять даже вопрос военнопленными я за этим внимательно слежу то что азербайджанцы до сих пор не вернули пленных и так далее это очень плохо это очень плохо и даже во время войны ну должна быть какая-то медиация да обменяться пленными договориться про ситуативное перемирие знаете как во время более старых конфликтов в первую мировую например прекращали огонь на день-два чтобы собрать леных раненых и погибших например да а у нас вообще-то с россиянами с москалями все идет к тому что возможно скоро степень ожесточенности будет напоминать армяно-азербайджанские именно конфликты больше даже чем например грузино-абхазские и тому подобные конфликты потому что очень ну с их стороны большое количество военных преступлений плюс это война за выживание нации и тут все смешивается осознание того что невозможно договориться с таким врагом желание мести цивилизационные отличия потому что есть орда а есть цивилизованные страны да и я думаю что опять-таки это армянам как представителям древней цивилизации которые страдали от нападений скажем так народов находящихся на значительно более низком культурном уровне наверное понятно на то что сейчас чувствуют украинцы мы это очень хорошо ощутили но возвращаясь к вопросу об роли Эрдогана и наращивании влияния запада я думаю да такой процесс будет потому что возможно сам Эрдоган попытается сохранять свою нейтральную игру постепенно выйти из роли вот этого посредника потому что он же так не может все время в две стороны улыбаться может быть тот же самый Макрон да возможно тот же самый Макрон он на следующем этапе конфликта в начале он не очень подошел возможно на следующем этапе он будет более адекватным посредником кто его знает кто его знает потому что Германия наверное Германия настолько не пользуется уже доверием Украины что мы просто не захотим ее признать посредником а Франция более-менее насчет Британии дело в том что Британия это конкретно наш союзник и она не может быть посредником между нами и москалями точно так же как ну например я не думаю что Армения бы согласилась на то чтобы посредником между Азербайджаном и Арменией выступила Турция это было бы наверное странно ну вот поставьте Армению на место России Украина на место Азербайджана вместо Турции и Великобританию да это вот ну если такую конфигурацию наоборот сделать поэтому поэтому ну это наш союзник соответственно он посредником быть не может нужен кто-то нейтральный более ну посмотрим могут быть самые разные варианты перед тем как Карлен задаст следующий вопрос Эдуард вы провели очень интересную параллель я хочу сказать что мы армяне и я в том числе да мы видим что по мере ожесточения конфликта это очень похоже на армяно-азербайджанский и армяно-турецкий конфликт даже в более большом масштабе потому что потому что да тот же почерк те же преступления против нас правда эти все пучи против армян были они но они и в той войне были но масштабно было сто лет назад вы прекрасно знаете то есть степень ожесточения приближается вплотную и вы я знаю что вы прекрасно понимаете что например да вот некоторые украинцы говорят да почему вы не помиритесь вот то же самое да это все равно что спросить почему Россия с Украиной не помирится невозможно с ними помириться потому что они хотят тоже нас уничтожить да вот я поэтому хотел сказать что очень похоже действительно очень похоже да что могу я добавить характерно что россияне и русская армия так вот в кавишках православленная армия всегда действует одним и тем же почерком просто сейчас веки и информационные средства эти средства дают истину понять да вот их почерка то есть они в прежних войнах и в чеченской войне и во второй мировой войне тоже вот эти дерзкие преступления в войне сделали но до сих пор как бы не было столь очевидно сейчас благодаря этим доказательствам высоким репортерам иностранных журналистов все очевидно и мы очень заинтересованы что военные преступления были наказаны потому что народ очень сочувствуем и понимаем очень хорошо и следующий вопрос связан с фактором украинской армии вот что я уже сказал что у нас специальный вопрос по этому поводу мы понимаем что украине нужно только побед и вы свои слова и союзники уже к этому все ведут и роль украинской армии после победы колоссально возрастет это тоже понятно вот в связи с этим Украина будет играть важнейшую роль региональной политики в частности Черноморско-Закавказской регионы какие перспективы украинская Украина имеет в вопрос связи с другими государствами этих регионов давайте еще раз подробно опишем ситуацию обстановку очень очень хороший вопрос дело в том что украинские геополитики еще в первой половине 20 века они как раз рассматривали Юрий Лыпа Михаил Колодзинский это наши выдающиеся мыслители которые были вынуждены работать в эмиграции их геополитические доктрины потому что они по-разному несколько подходили расставляли по-разному акценты по-разному анализировали ситуацию но они полностью были согласны в том что Кавказ и Северный и Южный играют уникальное абсолютное значение в деле обеспечения украинской безопасности и возрастания украинского могущества конечно Юрий Лыпа например он вообще у него доктрина черноморская доктрина он так и назвал ее как бы идея господства Украины над Черным морем и в первую очередь ключом к этому господству но не считая территории самой Украины он считал именно Кавказ то есть он считал что на Кавказе не должно быть других центров силы внешних кроме украинцев только украинцы и народы Кавказа с которыми украинцы должны иметь максимально хорошие отношения это очень важный момент вообще Юрий Лыпа он имел такой определенный я бы сказал в хорошем смысле сентимент вообще к Кавказу Колодзинский Михаил Колодзинский автор военной доктрины украинских националистов также считал ключом к созданию могущественной Украины ее влияние на Кавказе при этом есть один интересный момент что если Юрий Лыпа он все-таки как бы говорил о Кавказе в целом то Колодзинский он немножко более дифференцированно подходил и интересный момент был что он рассматривал возможность конфликта конкретно с азербайджанцами потому что он считал что там вокруг Каспия и месторождений нефти может возникнуть конфликт но он же в каком смысле смотрел на это в смысле что будет распадаться Советский Союз Украина хочет доминировать на вот этом новом пространстве заходит на Каспий а там заходит Турция как это было после Первой мировой войны вопрос кто будет главным над Каспием и Колодзинский прямо говорил что в этом случае естественный союзник для украинцев это Армения потому что Армении не надо чтобы туда вернулась Турция и если туда зайдет Киев то ну конечно мы будем союзниками потому что нам не надо там Турак Армянам тоже не надо Турак зато мы хотим господствовать над Каспием ну Колодзинский вообще был очень амбициозен у него например был абсолютно серьезный хорошо продуманный спланированный он планировал например установление украинского господства над Средней Азией при этом это такой вот масштаб планирования был при этом он очень это все хорошо так сказать обосновывал абсолютно практическими моментами с цифрами например вот в 30-е годы сейчас ситуация к сожалению другая но в 30-е годы чуть ли не четверть населения Казахстана составляли этнические украинцы которые были хорошо идентифицированы они говорили на украинском семьях то есть там собственно это на тот момент была многонациональная страна например ну при этом кстати очень важно что он подчеркивал то что не в смысле там прийти и начать там казахам навязывать свои порядки а он просто говорил ну кочево на тот момент это был действительно кочевой народ в 30-е годы ну кочевой народ в городах в основном европейцы русских вытесним украинцы зайдут казахам нужны блага цивилизации нам нужно территориями стратегическое значение будем там типа украинский протекторат то есть понимаете в каких масштабах он мыслил и это как небольшое вступление я веду к тому что вся украинская внешнеполитическая и геополитическая мысль сходится на том что без Кавказа сильной Украины не будет поэтому встает вопрос а что нам делать на Кавказе на данный момент однозначно установились очень хорошие отношения с Сокартвелом с грузинами да там сейчас такое правительство как бы умеренно пророссийское но вот на него сейчас надавило общество там подавляющее большинство грузин они чувствуют себя братским народом с украинцами они очень сильно переживают за нас они недовольны правительством если то не хочет влазить я кстати даже понимаю части их правительства потому что ну посмотрите на Грузию посмотрите на Россию они просто боятся реально я понимаю потому что храбрым не был грузинский народ но воевать против России очень сложно это просто будет количественное давление но грузины рвутся в бой даже в этой ситуации поэтому с ними у нас очень хорошие отношения а дальше становится вопрос например об украино-армянских отношениях и тут я хочу сказать что Армения является естественным союзником украины потому что цивилизационно мы народы принадлежащие к европейской христианской цивилизации Армения заинтересована в сильном союзнике в сильном союзнике который был порядок например в сильном союзнике находящемся рядом в черноморском регионе черноморском и кавказском потому что например Франция это очень хорошо это страна которая однозначно поддерживает Армению но она географически далеко там есть ряд моментов по которым им просто сложно даже помочь может быть им в любом случае нужны партнеры находящиеся рядом то есть сама логика цивилизационного политического экономического развития она скажем так Грузию Армению и Украину объединяет в некое единое целое если взять тот же Азербайджан ну цивилизационно он относится к другому полю для Украины было бы хорошо иметь с ним хорошее отношение но мы должны понимать что Азербайджан это продолжение Турции а Турция имеет свои амбиции в регионе и сильная Украина Турции на самом деле не нужна скажем так мы же четко видим как она соблюдает нейтралитет между Россией и Украиной она не хотела бы нас иметь врагом но это не означает то что она готова нам отдать господство в регионе и в какой-то момент это приведет к определенному столкновению тут надо же понимать что может быть какие-то ситуативные отношения обусловленные какой-то конкретной геополитической игрой а есть отношения на поколение когда народы должны ощущать цивилизационную близость легко находить диалог доверять друг другу и вот как раз тут естественными союзниками Украины на Кавказе являются христианские народы Кавказа ну и отдельный вопрос это конечно Северный Кавказ мы сейчас говорили про Южный потому что на Северном там очень своя атмосфера вот обратите внимание что те же чеченцы сейчас воюют и за нас и за Путина конечно это очень разные чеченцы по качеству я вот даже со знакомыми военными говорил потому что они очень низкого мнения про боевые качества кадыровцев они говорят что это ну просто дикари которые способны на жестокость но которые просто часто себя проявляют как трусы а вот те чеченцы которые воюют за нас но их намного меньше их меньше это конечно немножко другого другого теста такие люди ну да они храбро воюют они умело воюют но обратите внимание что их все-таки меньше чем кадыровцев можно было бы это объяснить конечно тем что Россия контролирует территорию Чечни но я думаю есть разные факторы знаете любой народ под оккупацией он может начать терять в качестве и более достойные часто оказываются в меньшинстве поэтому Северный Кавказ это отдельная большая тема тем более там достаточно до сих пор много этнических украинцев которые туда вместе с кубанским казачеством собственно кубанское казачество это украинское казачество украинцы приняли участие в нациогенезе терского казачества я имею ввиду не ряженых путинских а вот тех кто действительно там ну жил кто происходит из определенных родов кто но может сказать какому сословию принадлежал его прапрадедушка в 1917 году понимаете там казачьему но там есть еще есть еще украинцы несколько десятков народа Дагестана как вы знаете самые разные это тоже отдельное поле но в любом случае я скажу так Украина в силу геополитических этнополитических причин не может оторваться от Кавказа и северного и южного она просто не может она тогда прекращает быть субъектом политики кстати еще отдельно интересный вопрос это иранский фактор потому что тот же самый Юрий Лыпа про которого я вспоминал он много говорил о том что вот украинское вот это причерноморское пространство где Украина в силу просто размеров своих экономического потенциала военного потенциала должна играть роль лидера естественным продолжением этого является территория Ирана соответственно заключение максимально дружественных связей с Ираном и это выход на Индийский океан и вот тут мы вспоминаем тот же коридор север-юга который нам так много сейчас говорят в Армении то есть от Индийского океана через Кавказ Черное море а дальше союзные нам страны и мы выходим на Балтику а там кстати и Британия даже вот на карте провести линию представляете какой транспортный потенциал представляете какой экономический потенциал представляете какой военный потенциал когда например будет совместные украинско-британские украинско-британско-польские силы военно-морские действуют на Атлантике а например на Индийском океане дружественный Иран я понимаю что сейчас у британцев с иранцами не самые теплые отношения но это как раз было бы очень интересно но было бы очень интересным заданием для нас для нас я говорю для народов Кавказа для украинцев для армян для восточноевропейцев например выступить медиатором между той же самой Персией и Ираном и скажем англосаксонским миром в смысле ну нормальным медиатором да посредником возможно это был бы величайший проект планетарного значения это было бы интересно Эдуард у меня еще один такой вопрос я хотел бы еще вот этот вопрос задать вам вот смотрите вы говорите очень правильные правильные вещи и мы тоже мы хотим сказать что мы тоже примерно так себе и представляем то есть вот эту концепцию в развитии армении армянской государственности в большинстве совпадает и тоже совершенно вас поддерживаем согласно с вами что это строится ось мировой значимости планетарной значимости где Армения вместе с Грузией и с Украиной я имею в виду в Южном Кавказе и могут играть важную надежную роль масла этих двух больших связанных этих двух больших материков с одной стороны запада и с другой стороны развивающего востока в лице Индии Персии в конце нашей беседы можно я спросить хотел я просто хотел спросить Эдуарда просто я об этом спрашивал но вы уже ответили отвечали частично на этот вопрос просто хотел бы еще раз заточнить читая всякие фейсбук всякие разные сайты то есть я вижу пропаганду азербайджанскую то есть вам кажется когда Армения станет сумеренными государствами нам будет легко наладить эти мосты несмотря на эту пропаганду я правильно понимаю все это в реале конечно я в этом не сомневаюсь потому что на самом деле в украинском обществе я понимаю если почитать фейсбук но на фейсбуке очень много просто всякой глупости это фейсбук это не отражение во-первых публика на фейсбуке очень легко манипулируема это проблема всех социальных сетей в украинском обществе значительной частью которой является армянская диаспора очень комплементарно очень нормальное очень хорошее отношение к армянам то есть поэтому на самом-то деле есть попытки спекуляции среди политически активной части меньшинства некоторого внутри политически активных украинцев которые в свою очередь несколько отличаются от просто украинского общества в целом используя например то что к сожалению армянские элиты действительно последние десятилетия они сделали ставку на взаимодействие с Москвой и самое неприятное то что тут же Азербайджан на самом деле больше работает с Москвой это если сесть разбираться взять хотя бы цифры по закупке вооружений по экономическому взаимодействию я собственно вот когда начинаются какие-то претензии на том же фейсбуке говорю что Азербайджан нейтральная страна работающая с Москвой республика Армения нейтральная страна работающая с Москвой почему претензии к армянам но нет претензий к Азербайджану это во-первых это очень плохо кстати для украинской дипломатии это отображается на работе в Армении и так далее тут другой есть момент то что к сожалению вот почему-то политический класс республики Армения он как-то увлекся какой-то формализации своих отношений с Россией вот почему-то надо обязательно быть именно в ОДКБ а не просто покупать оружие да почему-то вот эти дурацкие голосования в ООН сейчас в последнее время нормально заняли нейтральную позицию но вот это скандальное голосование по крымским резолюциям это мелочь писюлька но она очень активно используется в антиармянской пропаганде в Украине и действительно украинцев возникает вопрос мы же вроде с армянами не ссорились а что это они вот 10 стран в мире проголосовали и среди них армяне тут тоже надо понять как это оно просто внешне выглядит не очень красиво хотя понятно что ну какая резолюция ООН на что оно влияет более того как раз Россия это работает не на тем чтобы голосовали против чтобы было побольше нейтральных нейтральных и вот это все спустить на тормозах но это же те люди которые разбираются в дипломатии понимают а публика попроще открывает интернет там написано 10 стран проголосовала там Армения Иран Северная Корея еще кто-то и вот это не очень хорошо выглядит кроме того вот типичный пример кстати провокации вот эта история анекдотическая с этими четырьмя самолетами Су которые во-первых невозможно было перегнать из Армении во-вторых они не нужны москалям в третьих Армении бы их никогда не отдали не то что Пашиня но даже вот бывшие так называемые они бы ну побоялись просто вот это так лезть передавать самолеты на фоне вот столкновения тут запад тут позиция той же вот Франции она там может где-то нерешительная но все же проукраинская да ну какие самолеты это бред сумасшедшего я ну вот эти шутки вот то что мы общались там на тему того что это напоминает шутки ереванской команды КВН да Армения поставляет самолеты России ну Россия как же без армянских поставок в сфере авиации ну это на таком уровне но это же не смешно это же использовали каким образом украинцы начали бушевать на фейсбуке это увидели армия они армяне сказали а нас не любят и в результате это использовалось уже пророссийскими силами в Армении для того чтобы избавить степень поддержки Украины знаете я все больше склоняюсь к тому что это даже не например это не уровень Алиева это уровень конкретно москальской операции к нему подыграли некоторые третьи степенные азербайджанцы ну которым Алиев я думаю даже не разрешал они просто знали что он не будет их за это репрессировать но что обратите внимание что официальные турецкие азербайджанские источники они же этот бред не разгоняли что когда ты говоришь бред ты за него должен отвечать они же понимали что это смешно Эрдоган Эрдоган не хочет позориться Алиев не хочет позориться ну какие четыресу поэтому какая-то газетенка которая не российская а типа азербайджанская ну я уверен там проверить финансирование оно понятно откуда идет она запускает бред и вот этот фейк разгоняется кстати очень хорошо то что наш исполняющий обязанности посла он сделал заявление твердое что это все бред Украина никогда не не подозревала в таких вещах Армению это очень важно очень важно его заявление потому что да это надо пресекать на корню кстати был же разговор между нашими министрами украинским и иранским тоже телефонный разговор но это официально было подтверждено пытались запустить фейк о том что Иран поставляет оружие в Россию но в этот раз вот исходя из опыта армянской вот этой истории с реагировали очень четко то есть был телефонный разговор который официально был заявлен наш министр иноземных справ Кулеба поблагодарил Иран и в том числе за опровержение бредовых слухов о поставках иранского оружия чтобы воевать против Украины то есть сразу пресекли ну потому что понимаете тут тоже надо понимать почему украинцы так в смысле ну компетентные украинцы да государственные структуры не сразу среагировали просто когда ты слышишь явный бред то ты смотришь на это глазами компетентного человека ну вот это проблема понимаете вот что дурак не сомневается а умный всегда начинает просчитывать а потом когда он уходит по фейсбуку ну среднестатистический пользователь фейсбука не знает что истребитель СУ он не актуален для российской армии и как его перегоняют зато он действительно заходит смотрит у Армении его ДКБ наверное со всех стран ДКБ Россия начала собирать оружие но это как бы просто да это в обывательской голове он умещается а когда об этом написал весь фейсбук люди начинают верить это массовое распространение фейков поэтому тут надо быть очень бдительными этому противостоять но хорошо то что среагировала наша дипломатия а пример с Ираном я не просто так вспомнил потому что по-видимому просто сразу на ходу это зарубили что Украина официально заявила на уровне министра что нет мы понимаем что иранцы нам не враги вот тут не распространять потому что вот это начало пару дней назад расходиться по интернету в Украине но это пресекли но это хорошо я вообще очень рад тому что например украинская дипломатия она это очень заметно кстати по работе именно в Армении с армянским обществом она просто в условиях войны растет на глазах украинцы не боятся быть субъектом украинцы не боятся приходить к обществу к армянскому обществу со своим видением с диалогом с предложением о дружбе о союзе с объяснением своей позиции и это получает самый теплый ответ я же постоянно вижу эти массовые акции прекрасные которые происходят в Армении дружественные я думаю что вот так уется наша общая победа это очень радует очень радует совершенно согласен с вами в частности 9 апреля был многотысячный митинг и счастье в поддержку Украины и в мир вот счастье в российское посольство и там выразили наше нагадование и годование вот и большой украинский флаг очень было приятно в конце беседы хотим подчеркнуть еще раз что правомыслящие армянское общество представители армянской нации поддерживают украинскую нацию и украинскую армию в их не вернее войне за свободу за суверенитет Украины слава Украине слава его героям мы знаем что у вас много зрителей и это очень важно сейчас с нашей стороны подчеркнуть что никакой противоречий и никакой антиукраинских настроений в армянской обществе не существует есть маргиналы которые в ближайшем будущем не будут иметь места в политической жизни и их следует изолировать не только изолировать а их ждет судьба Медведчука так что благодарим вам за блестящую дискуссию Эдуард и наши поздравления насчет крейсера Москвы и насчет ближайших побед еще раз победу Украине и слава его героям Да Эдуард спасибо большое вам как всегда за очень интересную анализ раскладывание по полочкам самых интересных вопросов ну как всегда думаю опять же это все будет иметь продолжительный характер и мы со своей стороны строим мост между Армении и Украиной спасибо вам большое уважаемые зрители очень было приятно пожалуйста пожалуйста всего уважаемые зрители хочу вам напомнить у нас была беседа с политическим экспертом кандидатом философских науку из Украины с Эдуардом Юрченко спасибо Эдуард до новых встреч всего доброго спасибо 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 Продолжение следует...